и актуальность основная в том, что согласно нашему законодательству в настоящий момент в области охраны и промышленной безопасности мы переходим на риск-ориентированный модель и соответственно уже нам необходимо получать не только числовые значения для риска а вот соответственно методы, которыми мы бы их получали пока у нас не установлены и не разработаны то есть состоит в общей рекомендательной задаче перейдите, пожалуйста, к оценке риска как пройти, перейти к этой оценке неизвестно и на основе этого мы пытались создать математическую модель которая бы позволила оценить вероятность неблагоприятных событий таких как возникновение фактора риска попадание работающего на некотором рабочем месте в зону действия и поэтому хотели бы сформировать метод который бы и позволил нам дать количественную оценку производственных рисков и для этого мы поставили себе такую цель оценить величину снижения общего уровня риска при уменьшении вероятности возникновения факторов риска или при уменьшении вероятности попадающих работающих в зонах воздействия а также оценить величину снижения вероятности воздействия какого-либо фактора риска на некоторое рабочее место то есть вот эти две цели мы и пытались нашим моделям попробовать решить ну модель у нас достаточно простая постановка задач состояла в следующем что у нас есть некоторый технологический процесс который обслуживается некоторыми рабочими есть какие-то независимые факторы риска которые воздействуют на этих рабочих и соответственно на основе этого мы создали матричную модель мы тоже назвали ее картой уровней риска где элементы этой модели были вероятности воздействия некоторых факторов на рабочие места и соответственно каждый элемент этой карты риска мы с некоторой вероятностью получали при этом общий уровень риска мы предложили оценивать на основе достаточно известной формулы предположение того что хотя бы одно благоприятное событие один фактор риска у нас произошел и воздействует была основная предмножена вот в таком виде наша основная формула такой же мы здесь обозначили один ну и на основе точно так же известных выражений для по оценке изменения функции в некоторой точке мы предложили окончательные варианты мы получили уже в наших необходимых нам обозначениях формула для ответа на два вопроса насколько можно снизить общий уровень риска если у нас снизить некоторые элементы и тогда предложено было использовать формулу 2 если мы хотим ответить на вопрос какие из элементов как уровни риска и насколько необходимо снизить чтобы достичь какого-то требуемого значения то мы предлагаем использование формулы 3 при этом так как у нас все это достаточно уже известные апробированные методы то и порядок ошибки мы в принципе оцениваем уже из известных нам методов ну и соответственно предложенные наши выкладки мы рассматривали, апробировали на некоторых действительно реальных условиях когда у нас есть некоторые известные данные из технологического процесса где мы выделяли опасные вредные факторы которые мы получали методом экспертных оценок и соответственно они были заранее известны ну например как фактор F1 опасный фактор разрушения ну технологическая операция была сборка некоторого неразъемного соединения и опасный фактор был разрушения индукторов и второй набор такой часто встречающийся фактор который известен большинству например замыкание цепей через тело человека это тоже нам известно насколько часто такое событие встречается и вот на основе нашего предложенного метода мы формировали карту уровня риска с использованием известных форм для оценки вероятности например по определению либо по распределению по основам либо по экспоненциальному распределению вычисляли для каждого элемента карта уровня риска и рассчитывали поправочные коэффициенты из формулы 2 и тогда уже можем конкретно рассматривать например такой пример насколько можно снизить общего уровня риска если вероятность поражения электрическим током оператора снизить в два раза то есть мы пересчитывали по формулам новую карту риска и по формулам 2 и получат по формуле 3 и 4 мы получали например изменение величины от величины нового рассчитанного от исходного которое у нас было тут еще есть примеры например если нам уже необходимо снизить общего уровня риска на какой-то известный на какое-то определенное значение ну здесь пользовались да выкладка из формулы 3 и сравнение элементов мы рассчитаны здесь не очень будет понятно да то есть элементы с индексом дельта это те которые мы изменили а без индекса это те которые у нас были первоначальные почему получилось что мы не можем снизить потому что в исходной форме матрицы наши карту уровня риска у нас уже здесь были значения меньше чем те которые мы получили по нормам формула но однако сравнение уже следующей строки старт новых рассчитанных исходными показывают что такую цель вполне можно достичь проведя некоторые мероприятия которые позволяли объяснить на соответствующие значения ну и выводы которые представляли это о том что наши расчеты позволили да применять математическое моделирование в процессе управления рисков раз они основаны на фундаментальных знаниях и фундаментальных выкладках и второе что раз нас попросили да ввести количественную оценку рисков то вполне предложенный метод с этой задачей в принципе сравняется справляется то есть на исходных наших экспертных значениях и на накопленном статистическом мы подтвердили о том что наши формулы действительно работают и соответствуют задачи которые ставятся на этом мой доклад вопрос что нет не не мы не не не